Небольшая лесополоса неподалеку от села Кориева, но если заглянуть вглубь, то здесь целая пчелиная ферма. Заведует ей Салават Мини Мухаметов, он же является председателем Союза пчеловодов Севера. Вместе с еще десятью пасечниками мужчина разводит среднерусских пчел башкирской популяции. На сегодняшний день в хозяйстве более двухсот ульев. Занимаются кооператив и пакетным пчеловодством. Сейчас на пасеке как раз формируют пчелосемьи. Один пакет состоит из двух кормовых рамок и четырех рамок расплода. Севера рамки расплода, полтора килограмма пчел и десять килограмм мёд должен быть по ГОСТу. Вот взялый расплод, тут именно находим водную маку и пакет формируют именно формируют пчелосемьи. В этом году то, что погодные условия, почему сестерами формируют, потому что липы раньше рождаются на две недели по погодным условиям. И поэтому сестерамский пакет на мёд сработает, ушпеет. И семья полноценная на зиму пойдет. 50 таких пакетов уже скоро отправятся в Нуримановский район. Еще 45 на днях уехали в Гафурийский. По словам Салавата Минимухаметова, чистота среднерусских пчел башкельской популяции на пасеке в Краснокамском районе составляет 98%. Они районированы и хорошо приживаются на территории региона. Все это позволит кооперативу в дальнейшем получить статус племенного пчелорепродуктора. Сейчас они активно этим занимаются. Так как мы здесь совместно по инициативе научно-леского центра, именно директора Байтулина Реверафитича, создаем здесь племенной пчелорепродуктор посредней русской пчелы. Их будет у нас на северо-западе три таких, один по матководству и два по пчелорепродуктору. Вот ожидаем лаборатории по матководству и по искусственному осеменению пчел. А пока Союз пчеловодов Севера запустил ряд проектов. Один из них – народная пасека. В нем может принять участие любой городской житель, который хочет заниматься разведением пчел и научиться откачивать мед. Может купить пчелосемью или нам дать деньги, мы купим за него и установят вот здесь вот этот улей. Наш пчеловод за ними ухаживает, смотрит, мы все ветеринарные мероприятия проводим, анализы задаем и так далее, и так далее. А человек уже, участник этой народной пасеки, приезжает, когда у него время есть, с семьей может приехать, учится пчеловодству. В выходные дни здесь могут в бане скупаться, оставаться, ночевать и так далее, и так далее. Для этого все условия, в принципе, есть. Кроме этого, ведем, значит, кружок юный пчеловод в коррекционной школе-интернате Невтекамске. Еще одно направление – это получение меда. Сегодня идет завершающая стадия. Пчелы запечатывают соты. И уже после выходных пасечники начнут выкачивать майский урожай янтарного лакомства. К слову, за прошлый сезон пчеловоды получили с одного уля около 25 килограммов. А вот в этом году насекомые собрали редкий вид меда – кленовый. Анастасия Димарбаева, Сергей Мешков. Информационная программа «Время новостей».